Теперь смотрите, вторая вещь. Где главная проблема, с которой вы не заметили все, и ради которой стоит делать еще одну итерацию? Либо разговаривать индивидуально, и дальше команда как-то восстановится, либо не восстановится. Самые опытные из вас, я думаю, заодно еще и догадаются почему, в чем там есть некоторые коммуникативные сложности. А самая большая сложность, в которой вы не учились, состоит в том, что если вы хотите совершить фандрайзинг, то вы не можете на нем зарабатывать. Точнее, даже давайте скажу так, я сейчас не точно выразился, отменяю, еще раз. А человек, сдающий деньги в рамках краудфандинга, не может знать, что кто-то, помимо того, кому он дает эти деньги, на нем зарабатывает. Иначе он деньги давать не будет. Если вы хотите организовать фандрайзинг массовый, то вы не можете сказать, сдай деньги, я на этом заработаю, а остальные отдам. И в этом смысле либо… Нет, не так. Может быть, можно. Может быть, кто-то из вас объяснит мне, как. И мне будет очень интересно в позитивном смысле слова. В некотором смысле синтез с одной стороны правильной, масштабной, технологичной организации, и с другой стороны, идеологического высказывания от себя, собственной позиции. Не кто-то там говорит, не я за кем-то говорю, а я говорю от себя. Это, конечно, две ключевые вещи. Мне не хватает какой-то синтетической сборки. Потому что очевидно, что ваша мощность намного выше, чем у других. Но другие разрабатывают важные линии. Давайте попробуем поставить задачу так. Представим себе, что мы через две недели плюс-минус, там 10 дней, две недели, встречаемся и обсуждаем презентацию или группу презентаций, с помощью которых мы можем не конкурс выиграть на два места, а показать команде, что она может сделать ставку на этот тип технологий. — Команде именно команде Пару Владимировна. То есть мы делаем презентацию вашим партнерам. — Вместе со мной в некотором смысле. Я вам сейчас помогаю ее делать. Я могу еще как-то помочь. Но так, в меру. Потому что я не собираюсь это делать. Вы же-то, знаете, никогда не проектирую будущее за других. Поэтому я готов выступить здесь идеологом, но не готов выступить, условно говоря, менеджером. Да, я не менеджер. А презентацию команде, после которой… Потому что сегодня команда, конечно же, не верит в эту возможность. Почему? БМВ пробовала, не получилось. Они потратили миллион, собрали 40 тысяч подписчиков. Немцы и войну проиграли. Верь! 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 И тогда это будет по-настоящему звездная история, по-настоящему звездный проект. Может быть, первый такой прорывной, безумный интересный, с кучей совершенно неожиданных последствий. Потому что если начинаешь про это думать, как и на что он влияет, то влияет на кучу событий, интересантов в политике, в экономике, в культуре. Будет интересно. Работает ли то, что делает Олег Манчулянцев? Предпринимательского мышления. Состоялась ли сессия? Удалось ли нам добиться успеха? Я предпочитаю ответы на такого рода вопросы искать в недалеком будущем. Мы должны получить настоящую обратную связь от реальности. Как я в свое время говорил, аплодисменты в виде денег. С очевидностью сегодня можно сказать, что, конечно же, интеллектуальные технологии групповой организации и коллективного мышления, конечно же, работают. Кому как ни мне это не знать, много лет мы занимались этими техниками с разными людьми, с разными школами, новыми российскими, постсоветскими, зарубежными. А, конечно же, 21 век, наступивший век – это столетие работы человека над самим собой. Это столетие антропотехник, углубление человека в себя. И любой, кто этого не понимает, остается в прошлом. За такими системами, как система Олега Манчулянцева, не просто будущее, а ближайшее будущее, совсем-совсем завтрашнее, совсем близкое. Мы все, в общем, сегодня оказались на переднем крае гуманитарных технологий. Гуманитарных технологий, то есть, собственно, того технологического комплекса, который и обеспечивает это основное мейнстримовое движение 21 века. Мы на переднем крае, и мы испытываем, мы делаем, мы ставим эксперимент над собой, мы испытываем ответы на эти ваши вопросы. Будет ли продолжение, есть ли эффективность, мы это узнаем очень скоро. Слитесь за новостями. Мы думали, что сегодня будет какое-то решение, и будет какой-то ответ, и что это уже в каком-то роде конец этапа. Оказалось, это только начало большого пути, который нам, наверное, еще предстоит пройти. Мне кажется, что, в общем, получилось так, как и должно было получиться. Из нескольких сильных проектов будут делать один очень большой, еще более сильный, и это прекрасно. Если действительно удастся сделать проект социальным, а не просто машинку за ватную денег, это будет потрясающе. Поддерживаем.